Ход операции обсуждали на коллегии Минобороны. Для военных эта операция стала главным событием года. Ведь в Сирии прошли проверку все основные параметры, по которым обычно военные отчитываются. Боеготовность, модернизированность, качество закупленного у оборонщиков. Итоги мирного года Путин подводил на встречи с министрами правительства. И речь шла о том, как они собираются выполнять поручения, заложенные в обращении к Федеральному собранию. Ведь у министров на раздумье была целая неделя. Моя коллега Ексерина Кибальча с карандашом в руках прошлась по списку поручений и подводила итоги года. Чтобы понять, как выполнены старые наказы и кто будет исполнять новые. Товарищи офицеры! Офицеры, высшее руководство российской армии. Перед ними президент, это верховный главнокомандующий. А к министру обороны так и просится прибавить по чрезвычайным ситуациям. Ведь блок НАТО расширяется у границ России и наращивает контингент. А Сирия стала ближе, чем казалось. Органы ФСБ практически на всей территории страны, то там, то здесь, вскрывают замаскированные ячейки различных террористических организаций, в том числе и пресловутый ИГИЛ. А выходцы из России и не только с Северного Кавказа, а из различных регионов, причём представители разных этнических групп, не только принимают активное открытое участие в боевых действиях, но ещё и бравируют своим участием в карательных акциях. Всё это прямая угроза России. И наши военнослужащие в Сирии прежде всего защищают свою страну. Это и есть главный ответ на вопрос, почему Россия проводит операцию в Сирии. Не влияние в регионе и не тренировка войск. Хотя готовность российской армии выросла за последний год как раз из-за боевых заданий. Кроме того, президент поручил продолжать учения. Внезапные проверки, то есть и дальше их проводить, в ходе которых основное внимание уделить переброске войск на дальние расстояния, созданию группировок на угрожаемых направлениях, отработке задач стратегического ядерного сдерживания противовоздушной обороны с практическим подъёмом авиации, с манёврами зенитных, ракетных и радиотехнических частей. Хорошая новость в том, что российское участие помогло переломить ход войны, и сирийская армия перешла от обороны к наступлению. Предварительные итоги других политических решений на этой неделе обсуждали в правительстве. Речь шла о выполнении решений, озвученных в послании Федеральному собранию. Министры докладывали о том, как именно собираются выполнять поручения президента. Владимир Владимирович, особо ответственно хочу сказать, что мы в первую очередь будем стремиться к тому, чтобы найти дополнительные доходы федерального бюджета, как бы сложно не складывалась ситуация, а не сокращать те расходы, которые уже в законе предусматриваются. Ситуация в экономике требует корректировок. Новый план действий Илья Шувалов готов представить подробно уже на следующей неделе. Известно, что там собран ряд мер. Поддержка предпринимателей, единая система таможенного и налогового учёта и вопрос выплат страховые фонды. Как вы считаете лучше сделать? Давайте мы взвесим все за и против. Как долго будете взвешивать? До 1 января. Ну это долго. Давайте одну неделю. Да, в течение недели определитесь и скажите мне, что вы считаете наиболее, какой путь является наиболее правильным, с вашей точки зрения. Оптимальным. Оптимальным. Ну, председателю доложите, потом мне скажете, ладно? Угу. Договорились. Владимир Путин также поручил продлить амнистию капиталов ещё на полгода и сделать так, чтобы этот закон стал популярным. Путин сформулировал это так, как давайте перевернём офшорную страницу нашей экономики. Вот офшорная страница нашей экономики, она имеет две стороны. Огромное количество компаний, зарегистрированных за границей, огромное количество вкладов, которые там есть. И это деньги, которые не работают очень часто на нашу страну. Вот задача, которая была поставлена. Я искренне верю, что ни один человек не узнает в государстве, сколько денег пришло по этому закону. Это гарантия того, что люди могут спокойно воспользоваться этим законом. Депутат Андрей Макаров, автор закона об амнистии капиталов, считает, что возвращение средств в Россию даст импульс экономики и возможны инвестиции. Ревизия средств и эффективное расходование позволят выполнить социальные программы в следующем году. Например, поручение президента продлить выплаты материнского капитала и завершить по плану программу строительства детских садов. К концу этого года будет введено нарастающим итогом 1 миллион 130 тысяч мест. У нас полностью на сегодня закрыта уже проблема, уже часть регионов отчитались в отношении дошкольного образования. Нехватка детских садов считалась одним из главных факторов низкой рождаемости. И природ не случайно совпал с завершением программы. Я мама уже 13 лет, поэтому, разумеется, мне это знакомо. Хотя мы были многодетной семьей, но нам пришлось ждать своей очереди целый год. Потому что нам сказали, что из нас из многодетных тоже своя очередь. Конечно, сейчас намного проще. И всем большое спасибо, кто участвовал в этом. Мамы этих детишек вспоминают, что раньше записывались в очередь сразу после рождения ребенка. Но даже это не давало гарантий. Теперь же достаточно просто написать заявление. Сейчас очень много, мне кажется, открывается детсадов в нашем городе. Мне кажется, сейчас эта проблема не составит кому-то родить еще, пополнять свою семью. На 1 ноября у нас действительно зафиксирован положительный прирост населения, больше чем 21 тысячи. Поручения президента касались не только социальной сферы, но и программы научного развития агропромышленного комплекса. Президент поручил разработать свои технологии для сельского хозяйства, в том числе семенной и племенной фонды и отечественную агрохимию. Это вопрос продовольственной безопасности, потому что бесконечно ориентироваться только на зарубежные технологии. Здесь просто не глядовидно и опасно. Такую программу начали формировать некоторое время назад. Но сейчас поставлены на вами более жесткие сроки. Мы просто ускоримся и сделаем это быстрее, скоординировав усилия и академических институтов. Один из таких институтов – это НИИ Аграхиме имени Прянишникова. Директор Академик Сычев приводит поразительные цифры. В Голландии на один гектар поля зерновых применяют до 700 килограммов удобрений. В соседней Беларуси для сравнения 150, а в России по статистике 20. Это все в среднем. Откровенно говоря, никто 20 килограмм не применяет. Их даже внести невозможно современной техникой. Применяют 10% хозяйств, остальные вообще не применяют удобрений. То есть у нас экопродукт выращивается в России? Конечно. У нас экологически чистый продукт. Обратная сторона такого продукта – низкий урожай. И дело не в климате, как принято думать. На опытном научном хозяйстве под Москвой, где все по технологии, урожай, как в Голландии. Но проблема нехватки удобрений не в том, что их надо закупать за границей. Наоборот, в России производит удобрения, но почти все продает за границу. Дело в том, что цены на агрохимию мировые, как на нефть. Только в отличие от нефти, удобрения, наоборот, резко подорожали. Экономически мы говорим о том, что торговать зерном три раза выгоднее, чем удобрениями. А если мы говорим еще о глубокой переработке зерна, то там уже в сотни раз выгоднее. Это первое. Значит, второе, это без участия государства, без дотации государства, у нас сельхозтоваропроизводитель просто не в состоянии купить достаточное количество удобрений. Скрытые дотации используют и европейские правительства. В случае с удобрениями лишь один из примеров, как можно было бы с помощью грамотных и научно обоснованных решений улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, а как следствие на прилавках магазинов. Самая главная задача, которая сейчас стоит перед российским правительством, это обратить кризис на рынке энергоресурсов в экономический рост в других сферах. Екатерина Кибальча, Дмитрий Олин, Надежда Каширская и Александр Гусев. Воскресное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова